Всем привет! С вами Ирина. В этом видео я хочу ответить на множество вопросов, которые касаются заказов. Очень много таких однообразных, однотипных вопросов в плане... Напишите, пожалуйста, ссылку, а где вы заказываете орхидеи, а как вы заказываете, а как оформить заказ и многое-многое другое. Так вот, заказы мы заказываем групповые из Германии. Пока что наши первые заказы были от Швертера. Очень хороший поставщик, мне очень нравятся их растения, очень мне понравились их теплицы. Растения в очень хорошем состоянии, поэтому претензий абсолютно к ним нет никаких. Растения, действительно, нам прислали самые лучшие растения. За это отдельная благодарность, и я об этом им написала, и они, конечно же, очень довольны. Им понравилось, что я написала им хороший отзыв. Я думаю, что многим людям было бы приятно услышать в свой адрес что-то хорошее. Так что первый заказ у нас прошел успешно, я его получила, все собрала, то есть всем все отправила, все довольны своими заказами, все растения очень-очень хорошие. Далее, после первого нашего заказа началось очень много вопросов. Как только мы закрыли заказ, уже мне начали писать, что давайте заказываем, когда будет следующий заказ. Вот я хочу уже. Ну и тогда я открыла уже второй заказ. Мы его сейчас уже в понедельник закрыли и ждем нашу посылочку, скажем так. Все есть в наличии, все хорошо. Единственное, там немножко было таких технических вопросов по поводу, опять же, доставки в Украину. Конечно, возникает очень-очень много таких нехороших вопросов и таких нехороших нюансов, потому что изначально говорилось, что все легко и просто. Да, вы заказываете, вы оформляете заказ, доставка есть в любой конец мира, скажем так. Вот, но как только я заказываю, как только вот я оформляю заказ, и мне сразу приходит ответ, что извините, но мы не несем ответственность за те растения, которые мы вам отправляем. То есть мы собираем со своей стороны, мы выполняем все, что от нас зависит, но как только посылка попадает на вашу границу, вот с того момента мы уже не можем нести ответственность за посылку. И компенсировать стоимость посылки мы также не можем. Вот, поэтому вот в этом единственные такие сложности. Ну, я в любом случае вышла из ситуации, растения мы все равно получим, правда, немножко другим путем, но сам факт, ну, как бы, я стараюсь минимизировать все риски, потому что, ну, скажем так, риск, дело такое, что не каждый готов рисковать. Ну, я, я в частности, не готова рисковать вашими деньгами и вашими растениями. Так что второй заказ уже оформлен, оплачен и в данный момент он уже собирается. Так что, как только мы получим наш второй заказ от Швертера, вы обязательно увидите видео, я вам обязательно покажу, что мы заказывали и что к нам пришло. Вот, были еще такие вопросы, как участвовать в заказе, как заказать орхидею и как быть тем участником, скажем так, которые живут в России. Так вот, по России я вам уже готова ответить на ваш вопрос. Дело в том, что я на днях отправила поездом посылочки в Москву. У нас есть поезд Львов-Москва. Он ездит каждый день. То есть, я могу в любой день отправить вам растения. Доставка немного дешевле, чем отправка почтой. Но нюанс в том, что все-таки почта у нас не принимает растений. Категорически это в запрещенных товарах растения и жидкости. Поэтому почтой отправить в Россию вам растения я никак не могу. Потому что, когда я прихожу на почту и отправляю посылку, на почте я обязана открыть и показать, что я отправляю. Так что, это исключено. То есть, если вы хотите заказать растения, пожалуйста, я вам могу отправить растения через проводника поезда. Я передала уже два растения. Девочки получили и все отлично. Все довольны. И я, в том числе, я, конечно, очень переживала за такую вот, скажем так, пересылочку. Но пересылка достаточно быстрая. В 10.20 я отправила растения. И в 10.37 на следующий день растения уже девочки получили. То есть, растения в пути было сутки. За сутки с растением абсолютно ничего не случится. Так что, если вы, к примеру, живете в Москве, без проблем я вам могу отправить растения через проводника поезда. С этим проблем не будет. Что касается более такие дальние регионы, ну там уже нужно смотреть, какие есть прямые поезда. Если есть прямой поезд, сложности тогда абсолютно никакой не будет. Я отправлю куда нужно. Но если не будет прямого поезда, вот тогда будет, конечно же, немножко сложность. Потому что проводник не будет бегать и передавать в другой поезд посылку. У меня, к сожалению, нету таких знакомых в Москве, которые бы могли встречать посылки и переправлять их там, скажем так, на другие поезда, да, другим проводникам, отдавать посылки и чтобы они везли их дальше. То есть, у меня таких знакомых нету. Ну, возможно, в группе кто-то найдется такой, кто изъявит желание. Вот, и кто готов взять на себя такую ответственность. Потому что это тоже не все так просто, как оно кажется. Потому что, ну, в определенное время нужно быть на вокзале, нужно получить посылочки, нужно пойти опять договориться. То есть, это все не так просто, как оно кажется на первый взгляд. Вот, так что, ну, в любом случае доставка в Россию у нас уже есть. И это уже радует. Потому что в группе мне девочки уже, одна девочка мне написала, что вот я такая-сякая, и я не хочу отправлять посылки в Россию. Потому что вот это, наверное, что вы живете в Украине, и у вас вот такое вот сложилось к нам отношение. Ребят, это неправда. Это неправда, потому что у меня, ну, я не есть никакой там расист, и абсолютно даже, несмотря на всю ситуацию, которая происходит, я абсолютно не обращаю на это внимания. Почему? Потому что это грязь, это политика, это, ну, это, ну, я не хочу, честно говоря, особо говорить и распространяться на эту тему. Ну, потому что для многих это больная тема, для меня в частности. Вот, ну, то есть, я думаю, что многие меня поймут. То есть, если, к примеру, от меня зависит какая-то там отправка, если это отправка в Москву, ребят, без проблем. Я соберу вам эту посылочку, я вам ее отправлю. У меня абсолютно нет каких-то там разделений, что вот это Россия, а вот это Украина. Абсолютно у меня такого нету. Все мы люди, везде есть хорошие люди, и везде будут, вы знаете, какие. Вот, поэтому я никогда не ставила никакой разницы. И даже если писали в группах какие-то такие вот темы, что, ну, поднимались темы про ситуацию нашу. Вот, я старалась сразу это пресекать, потому что у каждого свое мнение. И я считаю, что лучше пусть каждый человек останется при своем мнении. Но что касается в группе растений, не нужно мешать это вот с этой грязью, с этой политикой. Так что у нас растения и в политику мы абсолютно не лезем, и отношения к этому мы абсолютно никакого не имеем. Так что с заказами в Россию, ну, скажем так, половина уже решена. То есть в Москву я отправляю без проблем. Что касается дальше, я думаю, что это все уже, ну, скажем так, наработки. И дальше я думаю, что можно будет организовывать, можно будет придумать как. Вот, и отправлять уже непосредственно по всей России. Не все, конечно, сразу, все потихонечку. Мы и так понемножечку, понемножечку двигаемся с вами вверх. Так что, что касается заказов в Россию, без проблем, в Россию я заказы могу отправлять. Далее, если вы хотите участвовать в каком-то заказе, вам придется все-таки вступать в группу, либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте. Второй наш заказ у Швертера уже собран, отправлен, оплачен, все абсолютно. Единственное, что мы ждем теперь, когда мы получим этот заказ. Про получение заказа я напишу в группе. Ну, отдельное видео уже снимать про то, что мы получили заказ. Ну, я считаю, что как-то не каждому будет интересно, скажем так. Вот, поэтому про получение заказа я напишу непосредственно уже в группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Для того, чтобы принять участие в групповом заказе, вам нужно быть участником группы. Почему? Потому что вам будет намного легче следить за новостями. В группе есть отдельная тема про заказ у Швертера. И сейчас мы собираем новый заказ на Алексея Попова. Я думаю, что вы, ну, многие помнят, какие у Алексея тоже были растения красивые. Вот, так что мы собираем сейчас заказ на Алексея Попова. Пока что в данный момент я ему написала запрос. Те вопросы, которые вы мне писали. Потому что про заказ у Алексея Попова я писала достаточно раньше. В группе ВКонтакте. И некоторые мне присылали свои вопросы. Какие их растения интересуют. Я собрала небольшой такой списочек. И этот список я уже отправила Алексею. Сейчас я жду ответ, что же он нам ответит. Вот, так что, если вы хотите присоединиться к заказу у Алексея Попова, пожалуйста, внизу под видео вы можете спуститься и открыть описание к видео. Там есть ссылки на группу ВКонтакте и есть ссылочка на группу в Фейсбуке. Я, конечно же, больше рекомендую группу ВКонтакте. Потому что весь основной заказ у меня происходит там. Но на Фейсбуке я также принимаю заказы. Единственное, что я на Фейсбук захожу немножко реже. Поэтому, если я вам сразу не отвечаю, не переживайте. День-два я сойду, я отвечу. Так что, когда я буду закрывать заказ, я обязательно проверю полностью все комментарии, личные сообщения и так дальше. Поэтому можете не переживать. Вот как собирать заказы на Ютюбе, я не знаю. У меня спрашивали уже несколько раз, что я не зарегистрирована нигде, ни в каких социальных сетях. Но хочу поучаствовать в групповом заказе. Как это сделать? Ребят, я немножечко категорически отношусь к таким вот публичным, скажем так, заказам. Поэтому все заказы я принимаю только в ЛС. То есть, в личные сообщения. Что в Фейсбуке, что ВКонтакте. Если вы выбираете какое-то растение, значит, вы мне в личных сообщениях скидываете просто ссылку на это растение. Если вы не зарегистрированы нигде в социальных сетях, ну тогда вы можете на Ютюбе написать мне просто личным сообщением и дать ссылки на те растения, которые вы хотите заказать. Дальше я вам скину полностью всю информацию, что касается заказа. То есть, как считается, как рассчитать доставку уже непосредственно в Украину, какой коэффициент. Эту всю информацию я вам, конечно же, предоставлю. Но если вы являетесь участником группы, эта вся информация есть в группе. ВКонтакте это есть отдельная тема. По заказу у Швертера, по заказу у Алексея Попова. Так что сложностей никаких там не должно возникнуть. То есть, открыть тему, просмотреть, прочитать полностью все условия и как бы становится сразу все ясно. Так что, если вы хотите участвовать в групповых заказах, участвуйте. Сейчас мы заказ на Швертер закрыли до того момента, пока мы не получим посылочку. Как только мы получим посылку, тогда мы уже откроем следующий заказ. Это уже будет третий заказ. Вот. Коэффициент у нас немножко вырос. То есть, первый был наш заказ с более низким коэффициентом. Ну и как бы нам очень повезло, что забрал посылочку мой муж. Сейчас муж мой не может забрать посылку и привезти ее. Поэтому доставка будет все-таки почтой. Так как наш заказ достаточно большой, и, соответственно, немножко стоит дорого и сама доставка. Поэтому я вынуждена поднять коэффициент, так как 1,4 коэффициент мы просто не стягиваем. Мы не стягиваем, а мне доплачивать за доставку тоже не очень меня это радует. Поэтому хотя бы, чтобы выйти в ноль, мне нужно поднять коэффициент. Так что про все нюансы, про все такие вот, которые вас еще интересуют, вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Если я какой-то вопрос где-то упустила, значит, напомните мне, напишите в комментариях, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. К сожалению, я сейчас физически не могу отвечать на все ваши вопросы. На YouTube я тоже захожу крайне редко. Я снимаю несколько видео наперед и ставлю их по расписанию опубликовываться. То есть видео опубликовываются без меня. То есть меня нет онлайн, а видео опубликовываются. Я сейчас не могу каждый день сидеть и всем отвечать на ваши вопросы. Просто физически я не имею такой возможности. Потому что многие должны понимать, что сейчас лето, начались каникулы, у меня ребенок дома, и я не могу сидеть сутками за компьютером, потому что мне нужно приготовить завтрак, мне нужно приготовить обед, ужин, поубирать. Ну, то есть я думаю, что многие знают, что у женщин обязанностей, конечно же, очень-очень много. Хотя спрашивают, что ты делаешь, ты же и так сидишь дома, не работаешь. Поверьте, работа дома всегда есть. Так что относитесь, пожалуйста, с пониманием. Если я не ответила сегодня или завтра на ваш вопрос, это не значит, что я игнорю, а это значит, что просто у меня нет возможности ответить на ваш вопрос. Я два дня вообще не заходила на YouTube, потому что у меня было очень много технических вопросов в плане заказов, в плане доставки на Украину. Не все так просто, как изначально мне говорили у Швертера, что заказывайте, мы вам отправляем. Да, это все легко и просто. Но когда мы сталкиваемся уже с этими заказами, оказывается, что не все так просто, потому что когда заказ уже оплачен, оформлен, все, и тогда уже нам пишут ответ, что мы не несем ответственности за посылку, которая попадает на границу с Украиной. И компенсировать эту посылку мы вам не можем. И вот такие вот, конечно же, нюансы приходится решать. И, конечно же, что я не готова рисковать вашими растениями и вашими деньгами, но так же, как и своими. Поэтому приходится искать какой-то выход. Поэтому не так просто заказывать растения из Германии, как оно хотелось бы и как оно изначально звучало. Так что, если у вас есть желание участвовать в групповых заказах, просто пишите в комментариях, либо заходите в описание под видео, заходите в нашу группу, вступайте в группу и в группе задавайте вопросы. Старайтесь не писать мне в личные сообщения, потому что я физически не успеваю отвечать на все ваши вопросы. Просто не могу. Поэтому по возможности заходите в группу, там есть темы, есть тема, заказ Швертера номер 2, заказ на Попова. Открываете тему и знакомитесь, как и что заказать. Ну, все. Надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Если же кто-то не нашел ответ на свой вопрос, пишите в комментариях. Я обязательно постараюсь ответить на ваш вопрос. Ну, все. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.